Всем привет! Сегодняшний мой доклад про криптовалюты и их приватность, потому что в дальнейшем мы увидим, что на самом деле криптовалюты не такие приватные, по крайней мере всем известный биткоин, и мы увидим, что существуют некоторые аспекты, которые необходимо знать для того, чтобы обеспечить себя приватностью в 21 веке. Немножко обо мне. Я LinuxOid, занимаюсь кибербезопасностью, уважаю вашу приватность и прошу вас уважать чужую приватность. Также я преподаю в университете по фану и для того, чтобы прокачиваться со скиллы, потому что я в душе преподаватель. Также увлекаюсь децентрализацией, увлекаюсь криптографией как методом защиты своих данных. Также я являюсь основателем движения PermCTF в соревновании по кибербезопасности и пермской DC-шке, DC-73-4-2. Написать в Селегии вы мне можете собачку Крив. То, о чем мы сегодня поговорим, это базовое введение в блокчейн для тех, кто не знает. Я думаю, для тех, кто будет смотреть записи, это будет полезно, потому что многие говорят блокчейн-блокчейн, но не все на самом деле понимают, что это такое. Также мы посмотрим, кто использует криптовалюты, потому что бытует мнение, что его используют криминальные личности, на самом деле нет. Дальше мы поговорим о модели угроз, кто на самом деле представляет для нас угрозу в качестве того, кто отбирает нашу приватность. Также посмотрим на атаки со стороны злоумышленников в данном контексте, тех, кто хотят забрать вашу приватность. Также мы посмотрим, какими способами и методами вы можете обеспечить свою приватность. И также поговорим о других криптовалютах, может, их существует несколько тысяч, и также их технологии, которые в них используются. Да, биткоин как фундаментальная вещь, как самая первая реализация, написанная Сатоси Накамото, и здесь представлены некоторые мемы. Ну, это хорошо, что мемы существуют, потому что мемы популяризируют данную технологию, и чем больше людей знают об этой технологии, тем больше людей и будут пользоваться. Блокчейн Fodamis, блокчейн для чайников. Ну, на самом деле здесь все просто. Изначально, когда задумывался блокчейн, это была такая задумка как-то оцифровать, облегчить юридические документы. В данном случае, если мы говорим о базовом блокчейне биткоина, у нас есть какой-то генезис-блок. В данном случае ссылка на предыдущий блок. Так как это цепочка блоков, блоки строятся друг за другом. Что же находится внутри блока? Внутри блока у нас просто информация о транзакции. В данном случае информация Алиса отправила Бобу один биткоин. Окей, дальше. Боб отправил Еве один биткоин. Окей, круто. Дальше Ева отправила Ивану, я забыл имена английские, два биткоина. Окей, классно. И наша задача сделать так, чтобы эта информация никак не исказилась, чтобы эта информация никак не потерялась. И в этом нам помогает как раз-таки блокчейн. Потому что небольшой экскурс в хэш-функции. Все в том, что хэш-функция обладает таким прекрасным свойством, она сохраняет целостность входимых данных. И ее довольно трудно развернуть, если мы не применяем криптоанализ. Суть в чем? У нас есть последовательность транзакций. Один человек отправил на другому. Они конкатенируются, вкладываются. Добавляется так называемый нонс. Для того, чтобы обеспечить алгоритм консенсуса, но об этом можем поговорить потом в секции ответов на вопросы. Дальше берется хэш-сумма от этого блока. И вот там в девятой строчке в ВИМе образуется некоторый хэш. Как раз-таки нули вначале обеспечивают безопасность. Об этом можем поговорить позже. И эти хэши складываются в последовательность. У текущего хэша есть отсылка на предыдущий. И таким образом мы формируем блокчейн. И любой желающий, кто хочет убедиться в правомерности, в доступности данного числа в валюту другого человека, просто может отмотать блокчейн назад. И увидеть самую первую транзакцию, которую сделал Сатоси Накамото. И он там оставил секретное послание. И для вас домашнее задание посмотреть, что же он там оставил. Кто пользуется этим? На самом деле число довольно большое. И эти группы разные. Первопроходцы биткоина. Тот самый Сатоси Накамото и его друзья Шифропанки. Для Сатоси это был эксперимент. Эксперимент по созданию такой валюты будущего. Валюты, обеспечивающие приватность и анонимность. Ну, анонимность нет. Это была первая группа, кто проводил это как эксперимент. Дальше Шифропанки. Которые... Ну, их можно перечислить к параноикам. Те люди, которые постоянно шифруют сообщения. В этом нет ничего плохого, мы дальше посмотрим. Ну, люди криминальных направленностей. Почему нет? В принципе, в нашем мире такое возможно. И мы не можем ничего с этим поделать. Агористы это ребята, которые отрицают банковскую систему и делают все возможное, чтобы не пользоваться государственной банковской системой и, в принципе, государственными финансовыми ресурсами. Криптоанархисты это ребята, которые используют криптографический метод для борьбы не только с финансовой системой, но в целом с государственной системой. Дальше журналисты по типу Джулиана Асанжо, создателя WikiLeaks. Журналистика в данном случае — это вопрос жизни и смерти. Когда ты раскрываешь государственные данные или данные других людей, которые являются довольно высокими чинами, это может стоить тебе жизни, если кто-то узнает, что была совершена такая-то банковская транзакция или были получены деньги за такие-то сведения. И поэтому журналисты в данном случае обеспечивают свою безопасность жизни. Не только, что кто-то узнает их данные. Седьмой пункт — страны с непонятной экономикой, малые страны. Допустим, ой, слово забыл. Там потом. Страны с высоким уровнем коррупции, тоталитарные страны. Потому что сегодня ты купил мороженку, а завтра это может быть запрещено. И внезапно тебя подвергают репрессиям. И вот лучше немножко перестраховаться и не пользоваться государственными финансовыми системами. И многие другие люди, которые не попали в этот список. Основные фичи криптовалют. В чем, собственно, суть? Децентрализованная система. Нет единого владельца, как в привычной нами системе. Нет такого рубильника, который выключит просто всю финансовую систему, если мы говорим, допустим, о свифте. Банкской системы. Но есть атака 51%, когда человек-монополит владеет больше, чем половина всех вычленных ресурсов, и он просто трактует свою правду. Потому что никто другой не сможет это проверить. Подобные атаки почти случались, но криптосообщество это прекрасно понимает и предотвращает подобные инциденты. Транзакции защищены с помощью алгоритмов консенсуса от фальсификаций. Заинтересованное лицо просто не сможет владеть таким большим количеством ресурсов, чтобы эти транзакции фальсифицировать. Алиса не сможет сделать себе так, что у нее на счете 100 биткоинов или миллион биткоинов, потому что другие просто не согласятся с этим. Почему у тебя должно быть 100 биткоинов? Откуда вообще? Криптовалюты основываются на математике. В частности на криптографии и еще более в частности на криптографии, на открытых ключах и на хэш-функциях. Математика — это... В математике нет эмоций. Математика — это строгая наука. В математике неважно, какие у тебя политические взгляды и какое у тебя отношение другим людям. Она просто работает по своим законам. И в данном случае такое беспристрастие — это очень хорошая, отличительная черта для криптовалюты. Доступно по всему миру. Если у вас есть интернет, даже если у вас нет интернета, вы можете зайти в публичную Wi-Fi-сеть и просто пользоваться своим кошельком, обеспечивая дополнительные методы анонимизации, конечно же. Это очень удобно. По аналогии с текущей банковской системой, с фиатными валютами, вы нажали две кнопки и перевели сумму своему товарищу или оплатили услуги. Это очень удобно. Также действует, как обычные деньги. Криптовалюты делятся на довольно маленькие части, называемые сатоши. В случае с биткоином — это одна миллионная часть. И очень просто хранить. Зачем придумали деньги? Потому что их удобно хранить. Они маленькие, они складываются. Это не камень с острова Пасхи, который тоже в одно время являлся валютой. Удобно хранить. Также, если мы берем ограниченность. Почему золото стоит много денег? Потому что его конечное число. Его трудно добывать. Точно так же с биткоином. Его количество ограничено числом. 21 миллион. И невозможно получить больше 21 миллиона. Как только биткоин закончится, люди, майнеры, будут получать прибыль за счет фи, за счет комиссии. И биткоин популярен в разных сообществах. Мы посмотрели это раньше. И у биткоина всегда будет своя целевая аудитория. Это касается не только биткоина, но и других криптовалют альтернативных. Но вы спросите, а что касаемо безопасности? Да, это прекрасно и хорошо выглядит. Безопасно, да, свободно, быстро. Но всегда есть другие люди. Всегда есть другие заинтересованные лица. В частности, довольно известная компания по анализу блокчейна Chain Analysis. И стоит упомянуть важную вещь, что блокчейн биткоин, он открытый. Любой может посмотреть транзакции и отмотать назад. И поэтому есть люди, кто в этом заинтересован. В частности, правоохранительные органы, органы правопорядка. И другие люди, которые хотят выяснить некоторую информацию о владельцах кошельков. Вот на данном слайде, в принципе, видно, что в 2019 году ФБР какую-то часть имеет, другие организации имеют какую-то часть. И основная часть прибыли — это, конечно же, правоохранительные органы. Собственно, поговорим об атаках. Базовые вещи — одна транзакция, один адрес. Очень важная вещь, уже упомянула ранее. Блокчейн биткоин открытый. Была совершена транзакция, допустим, 0,5 биткоина. И кто-то где-то сказал, что я потратил 0,5 биткоина на такую-то штуку. И теперь у нас есть косвенные зацепки, у нас есть косвенные данные, которые позволяют о вас что-то узнать. К тому же, если вы зайдете на сайт blockchain.info, вы сможете посмотреть блокчейн-эксплорер. Нажать на адрес, нажать на кошелек и увидеть все входящие транзакции, все выходящие транзакции. Поэтому очень важно иметь отдельную транзакцию, отдельный адрес, чтобы никак нельзя было их связать. Ну, есть атака, которую мы поговорим позже. Которая рушит анонимность и приватность. Пожалуйста, не используйте биржи для обмена валюты. Потому что у биржи свои интересы, биржа хочет побольше продать и навариваться на комиссии. И биржа солит все ваши данные, ваши фингерпринты по первому требованию, ну, если это не очень хорошая биржа. Поэтому, естественно, для совершения конфиденциальной транзакции необходимо иметь свой кошелек. и свои приватные ключи на своем устройстве. Когда вы используете всю биржу, ваши приватные ключи находятся у биржи, а не у вас. А значит, вы не имеете своих денег. Поприетарный и закрытый софт не обеспечивают вашу безопасность. Потому что вы не знаете, что происходит внутри. Вы не можете быть до конца уверены, что там нет кейлогеров и бакдоров, что ваши данные никуда не утекают. Это были базовые принципы. Одна из самых известных атак технических — это пылевая атака. В чем ее суть? Злоумышленник в данном случае насылает пыль. Маленькие частички и маленькое число биткоинов, несколько сатоши. Для хранителя криптовалюты, в принципе, ну неважно, что-то пришло и пришло, не особо заметишь разницу в балансе, плюс там еще курс скачет непонятно как. Если вы не следите за историей, ну вы не заметите. Это называется UTXO. Биткоин построен так, что у вас остается непотраченный выход. Когда вы совершаете транзакцию, вы собираете все свои биткоины, отправляете получателю, и получатель отправляет назад остаток. Называется UTXO. И если вы используете в одном кошельке, который умеет генерить довольно большое число ключей, адресов, на вас насылают пыль. И, соответственно, эта пыль оседает на кошельках. Маленькое количество. Далее, когда вы хотите совершить легитимную парамерную транзакцию, отправить кому-то биткоины на пиццу, допустим, эти маленькие песчинки собираются воедино из буфера и отправляются получателю. И, естественно, тот, кто насылал пыль, может видеть адрес в блокчейне. И он может однозначно сопоставить, что данные N адресов принадлежат единственному кошельку, потому что они использовались в той транзакции. Я вижу понимание на глазах, значит, я хорошо объясню. Это называется пыльевая атака. Естественно, существуют атаки на криптографические компоненты, потому что криптография здесь является основным, держателем безопасности. Да, конечно, криптографические атаки бывают, но их вероятность очень мала. Когда проектируют криптоалгоритмы, криптографы закидывают криптостойкость на 50 лет вперед, пытаясь обеспечить. В биткоине используются EC-DSA на эллиптиках для генерации ключей. Но многие, наверное, слышали про TLS 1.3 с бэггдорами от TNB, когда Нист говорит, используйте только эти кривые, другие не используйте. Казалось бы, почему? Ну, говорят, не используйте. У нас есть стандарт. Ну, я не знаю, есть ли у них ключи и бэггдор или нет, но это доставляет задуматься. Также SHA-256 для хэшей. В принципе, 2 в 256 — это довольно большое число, но, тем не менее, на SHA-1 уже есть коллизия, и я думаю, в дальнейшем будущем с обретением квантовых компьютеров SHA-256 может сломаться, ну, или пока в биткоине не придумают постквантовый алгоритм. Что касаемо получателей. Ну, биткоин, адрес довольно длинный. Его руками перепечатать не очень удобно. Поэтому вы копируете и вставляете этот адрес в кошелек, и, в принципе, нормально. Но вы никогда не задумывались, когда вы заходите, допустим, в Google, нажимаете копировать, как эта вещь попадает в вашу систему. Почему некоторые сайты сразу же берут информацию о вашем буфере обмена, как бы подставляя за вас, вы думаете, о, как удобно, не нужно нажимать две кнопки. Но представьте, что злоумышленник будет делать это, ну, немножко со своим интересом. Почему он не может анализировать содержимый вашего буфера обмена и смотреть, находится там такая-то длина, такое-то начало кошелька, и просто подменять его, подменять одну цифру, где-нибудь в середине, потому что при использовании кошельков вы видите начало, видите конец, и обычно не видно серединку. И просто ваши данные утекут. В принципе, я вижу в этом довольно-таки опасный вектор. И также с QR-кодами. QR-коды кодируют текст, в частности адрес, потому что можете засканить и задонатить. И точно так же можно подменить. Технология примерно такая же. Неэтичный софт. То, что я уже упомянул ранее, неэтичный софт не обеспечивает вашу приватность. Бэкдоры, кейлогеры, трекеры, сваперы, о которых мы говорили выше. Все это может находиться внутри неэтичного софта, не прошедшего аудит, не имеющего открытого исходного кода, не имеющего статусных разработчиков. Все это входит в нашу модель угроз. Социальные атаки, конечно же, куда же без них. Ведь главная угроза безопасности находится между монитором и сидением. Это человек. 80% угроз безопасности исходит из социального фактора. Когда вы говорите, что вы пользуетесь биткоином, вы купили какую-то штуку, оплатили WDS-ку или, опять же, купили пиццу, очень просто собирать эту информацию, тем более с сегодняшними ресурсами. Если вы пользуетесь неэтичными социальными сетями, собирается бигдата, идет поиск эластиком или регулярки, и идет сопоставление косвенных данных по типу премиотранзакции, возможный получатель, размер комиссии, потому что тем выше комиссия, тем быстрее идет транзакция. Используете ли вы биржи, используете ли вы кастомные ноды, поднимаете ли вы свои для процессинга или используете публичные. И вся эта информация по кусочкам, по крупинкам может вывести к расследованию инцидента, который приведет в чейн-анализис, и заинтересованные люди скажут им спасибо. Опять же, социальные атаки и довольно базовая вещь. Интернет ничего не забывает, интернет все помнит. И однажды, если вы опубликовали свой адрес, где-нибудь на форуме, то он там и останется, останется в архивах. И это также может привести к вашей компрометации. Когда вы оставили запись на форуме, что может остаться там? Ваш никнейм, ваша почта, ваш адрес, версия софта, которую вы используете, передающийся вместе с юзер-агентом, и другие метрики. Ну и опять же, что подобные сервисы с радостью предоставят эту информацию тем, кто заинтересован, если эти сервисы не являются этичными. Социальный граф. Опять же, основываясь на открытости блокчейна, нет проблем его распарсить, составить граф и в дальнейшем по крупицам собирать всю информацию. Если кто-то не послушал сегодняшний доклад и совершает некоторые ошибки, то точно так же по косвенному связи можно будет сопоставить некоторого человека с вами. Это также является угрозой в нашей модели. Ну и слайдик из XKCD про криптографию, про терморектальный криптоанализ в том числе. Имеется в виду физическое воздействие. Тоже немаловажный фактор, один из основных. Зачем заинтересованным лицам гадать вашу пароль, зачем его брутить на суперкомпьютерах, если можно ударить вас ключом? И в принципе вы сами скажете. Да, это тоже стоит учитывать. Но помимо физического криптоанализа, опять же, стоит иметь в виду использовательную аутентификацию для того, чтобы совершать транзакции и в электроме, допустим, есть ТОТП, временные пароли. Очень хорошая вещь. Шифруйте ваши диски, потому что был предыдущий доклад о том, что существует сигнатура. И у биткоин-кошельков, у других кошельков есть сигнатура. И поиск по файлам значительно облегчит поиск кошелька. Имейте два бэкапа на двух разных хранилищах. Слышали историю, что миллиардер, биткоинер, раньше, когда он был, он выкинул свой диск, потому что оно ничего не стоило. Ну а сейчас на протяжении нескольких лет уже копается на помойке и пытается найти свой диск. Потому что с тех времен биткоин вырос много раз. И также стоит отдельно хранить пароль для дешифрования и отдельно ситфразу. Если бы вы когда-нибудь генерили кошелек, вы бы видели там, сохраните, пожалуйста, вашу ситфразу. Там по определенному алгоритму формируется фраза, довольно осмысленная. И с помощью этой ситфразы можете восстановить все приватные ключи, то есть восстановить доступ к вашему кошельку, не имея фразу. И, может быть, слышали, смотрели вот сериал «Социальная сеть», якобы про создателя Фейсбука. И там были двое этих ребят, которые подали заявление в суд о том, что у них якобы украли социальную сеть. И в данном фильме эти двое ребят не очень в хорошем свете выставлены, но на самом деле это люди довольно дальновидные и продвинутые. В свое время они ложились в биткоин. И сейчас они являются одними из миллиардеров, биткоинерами. И они хранят приватные ключи и хранят ситфразы, отдельно разделенные по частям в разных странах света банковских ячейках. Ну вот, они таким образом бэкапят свои данные. И насколько я читал статью у кого-то крипто-журналу, они не планируют ничего с этим делать, они просто ждут. Ну почему бы нет? Биткоин растет, а они радуются. Защита. Что можем делать? Базовая вещь. Здесь нет ничего такого. Ну, это, мне кажется, стоит просто знать. Во-первых, сокрытье вашего адреса, используя средства анонимизации по типу Тора, ВПН или по личных Wi-Fi сетей. Таким образом, вы стираете следы до вас. Дальше. Меняйте ваш фингерпринт. То, чем я говорил раньше, сайты и форумы собирают ваши фингерпринты, используются виртуальные машины, используются на другие браузеры. Таким образом, вы затрете следы. Ну или, по крайней мере, увеличите время вашего поиска. Используйте миксеры. Миксеры — это сервисы, которые принимают в себя ваши биткоины, закидывают их в буфер и отправляют через неопределенное время, используя свои адреса. Таким образом, вы перемешиваете всех отправителей, перемешиваете всех получателей, перемешиваете ваши деньги, и это значительно усложняет поиск. Уже не будет такого, что аналитик нажал 2-3 кнопки и вычислил кошелек. Ему здесь понадобится значительно больше ресурсов. Но вот если, например, взять CoinJoin в Asabi Wallet, то там число участников CoinJoin варьируется от 2 до 51, ну и довольно сложно перебрать 51 адрес, ведь они довольно рекурсивные, вплоть до первой транзакции с Тоши Накамото. Усложняет поиск. Используйте разные кошельки. У разных кошельков есть разные фичи. Wasabi Wallet, Samurai Wallet, вот в Asabi Wallet встроенный Тор, встроенные миксеры, в Samurai Wallet там Ricochet, плюс свои какие-то штуки. Когда у нас есть открытый софт, у нас есть конкуренция. И это очень круто, потому что конкуренция ведет к прогрессу. И каждый кошелек будет вводить свои security фичи, и у нас найдется таргетная группа. Хардварные кошельки – тоже довольно важная вещь. Keepkey, Trezor, Ledger. Ну, если не принимать во внимание, что была утечка Ledger. База данных покупателей нашлось несколько человек из Перми. Ну, такое бывает. И важно понимать, что это довольно узкая специфичная сфера. И всегда найдутся те люди, кто заинтересован знать покупателей данных средств, потому что это очень специфичная штука. Ну, есть, конечно же, свои методы сокрытия андреса получения. Как работает халварный ключ? У него внутри есть память. Прямо на железке, на чипе. И на чипе хранится приватный ключ. Как только вы хотите совершить транзакцию, вы обращаетесь к железке, вводите пин-код. Пока пин-код не ввели, ключик не полетит. Дополнительный фактор также. Используйте альтернативные криптовалюты, потому что они отличаются своими security-фичами. Тот отличается скоростью, тот отличается стабильностью. И у всех есть свои плюсы и минусы. Используйте свои ноды. Ничего сложного. Качайте с биткоина, с гитхаба биткоин-кор, качайте блокчейн, но правда он довольно большой. И становитесь парамерным участником сети. Обрабатывайте транзакции, точно знаете, какие данные вы храните. Опять же возникает вопрос к хостеру, который хостит на гипервизоре. Ну, может, где-нибудь там разбери покинуть. И обрабатывать на нем. Альтернативные криптовалюты. Dash, бывший digital cash, он же Darkcoin, основанный на биткоине, но обладает некоторыми провести фичами. В частности, процедура PrivateSense, некоторый миксер, собственная разработка. Далее, одна из ключевых вещей Dash, это мастер ноды. Мастер ноды принимает непосредственно участие в обработке транзакций. Они хостятся юзерам. Вам нужно заплатить тысячу Dash для того, чтобы ее захостить, и вы будете получать комиссию с транзакцией. Вы будете участвовать в миксинге. Ну, ваша нода. Если, надеюсь, она никак не связана с вами, напрямую. Их несколько сотен в сети, и не сказать, что это некоторая централизация, на самом деле, нет, это число довольно большое. И именно мастер нода обеспечивает стабильность в сети Dash. Ну, и также Darksend, это продвинутый миксер, который используется на мастер нодах. Zcash использует Zero Knowledge Proof. О нем я скажу на следующем слайде. Довольно классная штука. Я только впервые с ней познакомился. Ну, и вообще, когда знакомишься с криптографическими логеритами, понимаешь, как это вообще можно было придумать. Воу, это так круто. Bolt Project использует Lightning Network для ускоренной транзакции, когда у нас нет единого сервера, и открывается канал между двумя пользователями, и уже пользователи пересылают друг к другу суммы. Ну, конечно, используем Bolt, мы увеличиваем скорость и безопасность. Важная особенность Zcash закрытый блокчейн. Важное отличие от биткоина с закрытым блокчейном. С приватными адресами у нас нет возможности разреверсить всю последовательность, и поэтому Chain Analysis уже будет плакать, потому что основной метод получения информации является закрытым с использованием приватных адресов. Про Zero Knowledge Proof кто-то слышал? Окей. Доказательства с... А как на русский перевести? С нулым разглашением. Да, доказательства с нулым разглашением. Представьте себе оп, пещерку. Алиса и Боб заходят, становятся на распутье, и Боб говорит, Алиса, назови мне свой пароль, я не верю, что ты знаешь кодов замка. Алиса говорит, ну, поверь мне, я знаю, я тебе не буду говорить пароль, просто доверяйся мне. Алиса идет, становится сюда, Боб ее не видит. Боб говорит, Алиса, выйди с левой стороны. Ну, ладно, Алиса просто вернулась. Возвращается. Алиса, а выйди-ка с правой стороны. Ладно, Алиса вернулась. И здесь вероятность обмануть Боба одна-вторая. Либо выйдет, либо не выйдет. Вероятность обмана Боба два раза, соответственно, 25%. Вероятность обмануть Боба 16 раз, один делит на два в 16 степени. Очень маленькая вероятность. Тем не менее, Алиса говорит, что я знаю ключ, она это доказывает, выходя с разных сторон, но она его не называет. Вот это и есть зерона лошков. Манера, о которой меня просили не говорить из-за личных отношений, но тем не менее, манера на самом деле является довольно приватной криптовалютой, они об этом явно заявляют, потому что у них довольно много средств по анонимизации. Опять же, встроенный миксер, опять же, скрытые адреса. Когда два участника сети хотят обменяться, у них есть публичные адреса, и они по алгоритму Диффи Хеллмана образуют общий адрес. Реже обменивается с помощью него. Соответственно, мы не можем так запросто рассекретить участников транзакций. Кольцевая подпись. Есть некоторая группа людей, которые заинтересованы в формировании транзакций, они объединяются в группу, там по 10 человек, и каждый с помощью своего приватного ключа подписывает транзакцию. В дальнейшем все подписи являются одинаковыми, равноправными, и рандомным образом выбирается одна из всего кольца. Таким образом, мы не рассекречиваем другие личности. Мы используем только одну из всего множества. Это и есть кольцевая подпись. Дальше конфиденциальная транзакция кольцевая. Точно так же транзакция подписывается кольцевой подписью. Дальше дробится на дробные части, там миллионная, тысячная, один дэш и так далее, и отправляется по частям. Забыл напомнить, перед тем, как она отправляется, она опять же подписывается кольцевой подписью. Опять же выбирается одна из множеств. Такой очень продвинутый миксер. Протокол Bulletproof, который точно так же использует свою реализацию зерного лодж-пруфа и новая разработка, насколько я знаю, Манера Коври, которая встроенным образом использует I2P, какую-то пиринговую сеть, можем даже тор, для того, чтобы скрывать ваш IP-адрес, уже встроенного в криптовалюту. Подойдем к завершению. Ни одна система не является абсолютно безопасной, это базовое правило безопасности. Вопрос лишь в риске. Оставляете ли вы за собой данный риск? Принимаете ли вы его? Принимаете ли вы возможность о том, что вас могут вычислить за 10 минут, но может быть вам все равно, может вам не все равно. Опять же, если кто-то говорит, что ему все равно он за своей приватностью и своими личными данными, то напишите пароль от всех вашей карты и отправьте мне на почту. Довольно известная вещь. И почему никто не отправляет? Обе стороны развиваются. Те, кто защищает свою приватность, те, кто пытается отобрать эту приватность из-за своей выгоды. Это вечное противоборство. Я очень рад, что растет популярность криптовалют. На них делают мемы, с ними делают футболки, на них продают кофе в Чехии. И есть криптоматы по обмену криптовалют. допустим, в Японии. Это очень классно, ведь вы видите, что популярность растет и хотите попробовать. Как только попробуете, вы не можете оторваться, потому что вы ощущаете некоторое чувство приватности, которого так не хватает в современном мире. Вы можете почувствовать, что за вами не следят, по крайней мере, в открытую не следят. Также считаю, что нам необходимо право на приватность. мы должны четко заявлять, что вот есть такая галочка, типа как в Firefox, не следите за мной. Но на самом деле я не верю, что эта галочка работает, ведь это вызывает некоторые подозрения. На самом деле я хочу, чтобы была такая галочка, которую вы ставите и за вами перестают следить. Но, наверное, это вопрос мира будущего. Да, нет доверия к финансовой системе, потому что финансовая система централизованная, у них есть своя выгода. Они не преследуют идеи консентуса, не преследуют идеи приватности, не преследуют идеи децентрализации. И мне кажется, это ужасно. И криптовалюта это лишь одна из технологий, которая изменяет мир. И на самом деле таких технологий довольно много. И мы просто о них не знаем. Но я думаю, что в скором времени наше сознание в обществе изменится. И приватность и анонимность станет самым важным правом человека. На этом все. Спасибо. Я вот немножко не понял про Dust для биткоина. А зачем криптокошелек отправляют на формацию по всем секретным ключам, по всем кошелькам, которые он имеет? Зачем ему брать с многих? Почему он не может взять с одного, если там достаточно средств? Да, это хороший вопрос. Я тоже задавался. Почему нельзя просто взять и использовать один, где максимальный баланс? Ну, таков протокол. Я не понимаю. У меня криптокошелек может знать 10 моих счетов, а может знать один. Я не могу ему запретить просто использовать оставшиеся 9. Может быть, это речь идет про случай, когда люди уже настолько заанонимизировались, что у них тысячи адресов в кошельке и на каждом лежит по одному сатоши. Для того, чтобы сделать платеж, обязательно нужно их агрегировать. Но если человек занимается более простой деятельностью, у него один кошелек, то понятно, что его можно будет четко совершенно отслеживать, но никакая пыль не повлияет на это. Да, отвечаю на первый вопрос. Почему вы просто не взяли запретить «Да, можно». В Asabi Wallet так можно делать. Там есть галочка использовать именно с этого кошелька. Отвечая на второй вопрос о наличии кошелька, кошелек — это же не просто один адрес. Кошелек — это целое семейство приватных ключей. Там десяток, двадцаток. Если зайти в Electrum, там можно видеть вкладочку «Адреса» и довольно такой большой список. В одном кошельке множество адресов, и они все агрегируются в одно большое семейство. И да, отвечаю на следующий вопрос. Для обычного пользователя, возможно, это не так критично. Это более критично с увеличением адресов для тех, кто заинтересован в обеспечении приватности, потому что он просто действительно не может за этим всем следить. Но все равно это считается одной из самых таких коварных атак, потому что она эксплуатирует некоторую уязвимость архитектуры биткоина. Надеюсь, я ответил на вопрос. Я, честно говоря, не понимаю, где здесь уязвимость архитектуры биткоина, потому что на мой взгляд, это особенность реализации конкретного кошелька, который для того, чтобы сделать платеж, вынужден брать много адресов. Я понимаю, что он может брать много адресов, но я не уверен, что он должен брать много адресов. Если денег не хватает, то понятно, что ему надо будет использовать много. Но если денег хватает, зачем? Я вот не понимаю здесь логической связки. Я понимаю, как будет работать эта атака, если у меня 100 адресов и на каждом по чуть-чуть, а мне нужно сделать большой платеж. Но я не понимаю, как эта атака сработает, если у меня грубо 3 адреса и на каждом много. Естественно, когда 3 адреса, у нас мало косвенных признаков. Естественно, когда много адресов, у нас больше косвенных признаков. Есть вопрос скорее в том, что внутри биткоина нет такой возможности, чтобы использовать конкретный адрес. И поэтому приходится допиливать некоторые баги и костыли, которые помогут вам обеспечить вашу приватность. Я могу руками просто из wallet удалить те адреса, которыми я сейчас не хочу пользоваться, делать платеж, а потом восстанавливать из бэкапа. У меня в wallet же ничего не хранит, кроме ключей. Сеть биткоинов с которой он себе не держит, поэтому состояние неважное. Я могу восстановить с любым количеством. Понятно, что это юзабилити, но просто сама атака, она, на мой взгляд, имеет очень ограниченное такое применение и не на каждого пользователя действует. Или я что-то не понял просто. Да, я согласен. Она так действительно очень ограничена, она очень специфична и направлена на тех, кто имеет большое количество адресов. Я с этим, несомненно, согласен. Если у вас один адрес, и на самом деле он не один, их множество, если гипотетически вы используете один адрес, это очень маленькая крупица, которая позволяет найти какую-то информацию о вас. Ну да, если вы не пользуетесь большим количеством кошельков, это не так эффективно. Это лишь пример, перебью, это лишь пример одной из атак, которая позволяет по костным признакам сопоставить пазлы и использовать другие костные доказательства, чтобы указать именно на вас, что вы совершили транзакцию. Ну и как маленький комментарий, что я бы, то есть у меня есть биткоины, честно скажу, я их никогда не покупал, я их наманил в 2011 году, и это мне стоило примерно ничего. Я хотел сказать, что я бы пользовался биткоинами, но, например, в России до сих пор непонятна юридическая база. У нас с этого года приняли закон про оборот электронных средств, но при этом сказано, как, ну точнее сейчас депутаты у нас уже приняли в первом счете дни закон, они пытаются приравнять криптовалюты к имуществу, но при этом нифига не понятно, а где я должен менять эти деньги, биткоины на деньги, потому что платежи биткоинами у нас запрещены, у нас можно только покупать и продавать биткоины, но где это делать, государство не говорит. И, собственно, вот именно это для меня, я не то, что прям энтузиаст, я пробовал, я знаю, что это такое, я некоторым людям помогал, когда им приходили вымогатели и говорили, заплати биткоинами, они просто грубо покупали биткоины у меня, точнее я со своего кошелька платил за них выкуп. Ну, как-то так получалось. Конечно, сейчас я уже много денег потерял из-за этого, если бы я это не сделал 10 лет назад, ну, там, не 10, 6 лет назад. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что есть все-таки для простых, что называется, домашних пользователей это пока немножко сложно и, главное, совсем юридически непонятно. То есть в той же Чехии тоже есть эти обменники автоматические, просто в супермаркете стоит, биткоин, биткоин ITM это называется. Ты приходишь, вставляешь туда пластиковую карту и покупаешь на свой кошелек с карточки, либо наоборот продаешь биткоины. Ну и вот то, что вы говорили про кофе, да, я знаю это место, параллель полис, замечательное место, я знаком с одним из его основателей. Да, но Чехия в этом плане прям уникальная страна, потому что она маленькая и до нее никому нет дела. А любая большая страна пытается это регулировать. Да, очень важное замечание в самом конце. Вопрос о регулировании очень важный вопрос для нас. Ну, наверное, было понятно из моего доклада, что я преследую некоторые цели собственные и я использую разные методы для того, чтобы преследовать собственные цели. У государства свои цели, и это понятно, это вопрос о том, что есть разные стороны. Честно говоря, мне не верится, что в России криптовалюта будет зарегулирована тем образом, которым хочу это сделать я, но все равно мы должны прийти к некоторому консенсусу разными способами. И эта борьба всегда будет, мне кажется. Это просто нужно принять, нужно принять этот риск и согласиться с ним. Спасибо за доклад, было интересно, но возникает куча вопросов тут. Вот вы расписали всякие прекрасные свойства блокчейнов, которые все всегда расписывают, но тут возникает вопрос, что на самом деле, ну, первый вопрос, вот на самом деле деньги же, это же не просто средства обмена товаров между людьми, это средства инвестиций, то есть они должны, ну, как бы, работать в экономике, то есть современная экономика без инвестиций не работает, как известно, но это у него заложено в самую основу. А тут получается всякие сложные ограничения, еще чего-то, еще чего-то. Вот хотелось бы узнать, есть криптовалюты, в которых ну, как бы, подразумеваются инвестиции как механизм, ну, который процент приносит. Вот, ну, и, собственно, именно поэтому золото-то не используется как валюта, потому что его инвестировать нельзя, его слишком мало, оно ограничено. Вот, и второй вопрос, это, собственно, а какова цена вопроса? То есть мы хотим вот эти деньги сделать там, чтобы обеспечить экономическую деятельность, но экономическое, ну, обеспечение экономической деятельности, оно стоит каких-то денег. Вот, если вот этот вот весь майнинг сожрет у нас все электричество, ну, огромные объемы, то как бы, ну, приватность приватностью, но работать ничего не будет просто, потому что слишком дорого. То есть есть ли какие-то сейчас исследования, которые позволяют, ну, говорят, как это можно уменьшить, затраты электроэнергии, потому что они дикие, на самом деле, то есть цена одного биткоина, она, ну, 50 тысяч этих, сколько, ну, сейчас стоит, это как-то, ну, не особо разумно для экономической работы именно. Вот, такие два вопроса. Очень хорошие вопросы. Отвечая на первый про вложения, немножко шутливый ответ, те, кто вложился в 2011 году, миллиардеры сейчас, это… Они биткоиновые миллиардеры или долларовые? Биткоиновые миллиардеры это важное замечание, потому что нельзя просто так вывести миллиарды биткоинов, да, это одна их проблема. а вообще сейчас есть миллиард биткоиновых? Миллиарды долларов. Ну, а доллары не считаются, как бы, мы же хотим все на биткоины заменить. Ну, то есть инвестиции имеются в виду… Можно я отвечу на второй вопрос? Не, подождите, я уточню просто. Инвестиции имеются в виду инвестиции в экономику, то есть вот там есть ФРС, она печатает там доллары, доллары раздаются, они собирают проценты и за счет этого инвестируется в том числе там производство видеокарт, чтобы биткоины потом майнить. Вот, в биткоинах такого механизма нет, их просто вот ограниченное количество, и их невозможно использовать как инвестиционный инструмент, а это нужно. Вот, поэтому вопрос такой, есть вот валюты, в которых это учитывается. Отвечаю на вопрос о алгоритме proof of work, о котором я упомянул в самом начале, для того, чем занимаются майнеры. Да, майнеры тратят большое количество электричества, большое число видеокарт, для того, чтобы находить тот самый нонс, который при добавлении в хэш-функции образует те самые нули в начале для обеспечения консенсуса. Да, proof of work очень неэкологичный. Взамен ему эфир, ну, довольно известный. Там другой алгоритм консенсуса, там proof of stake, до изоляции владения. В данном случае тот человек, у которого наибольшее число эфиров, он готов вложиться в эту транзакцию, сказать, что она валидная, и пожертвовать частью своих накоплений. Он говорит, да, я ручаюсь за этого человека, транзакция валидная, если нет, то потеряет часть своих денег. Естественно, чем больше денег у стейкхолдера, тем ему менее хочется влаживаться в не очень хорошую транзакцию. И вот совершенно другой алгоритм консенсуса. Их довольно много, больше сотни. И proof of work в биткоине для вычисления хэша это вот один из алгоритмов. Опять же, об альтернативных валютах. Если получится так, что электричества внезапно не хватает, биткоин не будут майнить, не будут собираться блоки, не будут идти транзакции, они не будут идти недельными месяцами. Люди просто перейдут в Dash, например, где есть мастер ноды и инстант сенды. Даже без электричества работает. То есть биткоин созрал все электричество, и никто больше не работает. Ну, как это бывает? Закупается майнинг ферма, внезапно курс биткоина падает, люди думают, пузырь лопнул, продают фермы, появляется квота на электричество. Это квота на электричество позволяет нам скипятить чайник. Это же вопрос о том, что если видюхи закупились, они же не постоянно включены в розетку. Люди просто перейдут на другую валюту. Почему нет? Не все требуют какого-то большого объема электроэнергии. Ну, насколько я знаю, даже если брать эфир, то он все равно он хотя типа более экологичный в кавычках, но все равно там большие мощности нужны. Одна транзакция стоит очень дорого. Переходи, не переходи, а вот этот как бы цену, ну то есть чем централизованные системы хороши, поставили один компьютер, он жрет там свой мегаватт, и он все обсчитывает, условно говоря, весь мир. А тут нужно мегаватт, гигаватт, например, и это совсем другая цена. Понятное дело, что готовы мы за приватность платить вот такие деньги, ну человечество вообще. Это как-то рассчитывалось, экономические модели строились, или мы просто это говорим просто так, вот люди ценят и все. Что касаемо централизованных систем, да, круто, единый центр, да, круто, не так много ресурсов на репликацию, да, круто, мы можем фальсифицировать как хотим, если мы не против этого, то, пожалуйста, мы продолжаем этим пользоваться. Если у нас совершенно другие цели, к которым мы стремимся, если мы стремимся защититься от фальсификации, если мы стремимся скрыть наши транзакции, естественно, мы платим, тут такой пей-офф. Ты либо с одной стороны, либо ты с другой стороны, либо ты готов за это платить дополнительную монетку за то, чтобы исполнились некоторые твои желания, ты платишь. Если ты не готов, ты не платишь. Мой тезис лишь в том, что у вас всех есть такая возможность использовать криптовалюты, и у вас всех есть возможность писать мемы про криптовалюты, ведь это будет ее развивать, и я считаю, должна быть конкуренция между фиатными централизованными валютами и открытыми децентрализованными валютами. Надеюсь, я ответил на вопрос. Да, вопрос про экономическую составляющую довольно сложный, и очень много споров на этой теме, очень много банковских ботов, которые играют на спадах и падениях курса. В принципе, у человека всегда был экономический интерес, но мне биткоин и в целом криптовалюты интересны с точки зрения обеспечения приватности. Я еще раз уточню. То, что вы говорите, это финансы чисто, то есть это не экономика, ну, в смысле, вот, деятельности человека по производству технологий и прочего, прочего. Вот если нам придется все карты, условно говоря, графические, пустить на обработку биткоинов, мы не сможем, например, обсчитывать там свертку протеинов. Ну, то, что сейчас происходит, на самом деле, да, кучу карт продают, ну, майнерам, а те, кто, например, занимается вычислениями, ну, нормальными, такими человеческими, типа там, расчет самолета, они вынуждены платить больше денег, чтобы получить эти видеокарты. И оно бьется вообще одно с другим-то как-то. Кто-то это считал вообще? Отвечая на вопрос про экономическую составляющую, скажу, что я не экономист и не могу ответить корректно, но могу ответить с точки зрения, что если внезапно майнить будет невыгодно, если внезапно повысят тарифы на электричество, блокчейн биткоина просто стабилизируется, среднее время формирования блока 10 минут. Если оно будет занимать месяц, сложность просто снизится. И, соответственно, снизится количество необходимой энергии для формирования блока. То есть это в протоколе заложено, да? Естественно, вот недавно произошел халвинг, это когда добавился еще один нолик в хэш, значит, увеличилась сложность, майнить стало тяжелее. Если майнеры, вот они забастовка объявляют на фоне поднимающегося курса, они просто флудят транзакциями копеечными, говорят, ну, я просто не буду это обрабатывать, я жду какую-нибудь жирную транзакцию с большим фи, и я просто отказываюсь, итальянская забастовка. Ну, и что поделать, ты отказываешься от биткоина, от его майнеров, и идешь в другую криптовалюту. Почему нет? У нас есть такая возможность. Или ты пишешь свою, но мне рассказывали про фритон от двой из спонсоров, там вообще на одну транзакцию две десятых секунды уходит. Почему нет? Ну, в биткоине 10 минут на один блок. спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...